И вообще, для меня осень такое-то грустное время, почему-то так прощался с какой-то личной жизнью, с любовью осенью. Короче, у меня будет сегодня какой-то перекос в сторону осенних песен, которые переживем. А начать я хочу. Да, много будет Афганистана, но, во-первых, потому что сегодня очень много у нас людей, которые прошли Афганистан. Извините, я всех даже не могу назвать. Не хочу вам лишнее внимание привлекать. Есть много моих друзей-журналистов, по правде, которые были в Афганистане или работали в Афганистане, или даже садкоры в Афганистане, как вот Вадим Акулов, который в моем стихотворении просил. Поэтому достаточно много будет песен, связанных с Афганистаном. И с одной из них я начинаю, наконец. Называется она «Пой труба». Я ее написал в самом-самом начале 80-х годов. И тогда ее несколько раз пел по радио, по телевидению. Почему? Потому что она, так сказать, слегка романтическая песня. И она легко проходила цензуру. А потом мне стало как-то неудобно, думаю, какая-то она слишком уж романтическая. А с годами понял, что это, может быть, одна из лучших песен, которую я вообще написала в Афганистане. Думаю, что я не пою. Вот сегодня я попробую вас петь. ПЕСНЯ 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 Сделись по лучу на мокрой земле. Литературного института. Она тоже связана с осенью, поэтому я ее добрал. Ну, конечно, это все, как всегда, в песнях бывает условно. Мне самому приходится часто бывать в литературном институте, там выступать перед новым молодежью. И это бывает непросто. Особенность молодого поэтасти. Вот об этом и песня. В эту осень под елето Перепутал я с мужским. И зачем сдалось мне это? Для чего я стал таким? Перед юною девицей Я дрожу, как на ветру. Дайте огненной водице, А не то совсем умру. Я гуляю по бульварам, Я года свои топчу. И опять хочу быть старым, Разлюбить ее хочу. Бью осенью в нее, заразу, Из ее весенний глаз. Ладно, младше бы в два раза, Но зачем мне третий раз? Я люблю преподаванье, Но не мыслим о таком, Обучаю целованье И владенью языком. А она в ответ хохочет, И вороженная ест, И опять учиться хочет Посреди публичных мест. И любви учиться хочет Посреди публичных мест. В общем, тура молодая, Я не молод, но влюблен, Потому я пропадаю С потеплением времен. А скоро зимние морозы Окончательно приду, И меня охватит в розах Мой литературный труд. Дверь в лохмуте к дерматинам Я заклопну до весны И начну писать картины Про розаические сны. Мне бы лишь остановиться, Позабыть, что я знаком С этой огненной девицей, Овладевшей языком. С этой юной девицей, Овладевшей языком. У меня очень много песен О Севастополе, Но они были написаны Почти все В те времена, Когда Севастополь как-то Действительно странно был, Как бы не наш. И, кстати, могу сказать, Очень раздражали, действительно. Я люблю Украину. Я там много жил. У меня много друзей. Но как-то в Севастополе Вот эти как-то украинские флаги Они, знаете, как-то Ну, они не соответствуют. И поэтому у меня много Грустных песен о Севастополе. Но есть и более-менее веселые. Потом я, может, веселые спаю. А вот пока такая осенняя песня Может она так и называется Осень в Севастополе. Ах, какая плохая погода! Снег с дождем объявили в Крыму. Время жизни со временем года Совпадают один годы на лун. Время жизни со временем Дует лето с открытого моря Нагоняет на сердце печаль Я давно уже с веком не спою Только мне в Севастополе жаль Под погашенными фонарями На Приморском бульваре стою Мы порой Севастополь теряли Но впервые вот так не в бою Молоросы и великоросы Мы забыли, что русские мы Снег с дождем, роковые вопросы И последние в бухтах дымы Ослабевший орел над волною Смотрит мутно дождливую даль Я не знаю, что будет со мною Только мне в Севастополе жаль И не важно, что будет со мною Только мне в Севастополе жаль И не важно, что будет со мною Нима в Севастополе жаль Нима в Севастополе жаль Такое место У меня появляется Вот уже песня, которую сто лет не пел А впервые ее исполнили Смешно сказать, вернее неудобно Была такая программа, телевизионная, одно время популярная, «Взгляд». Я, хотя коммунист, демократов не люблю, но как-то так получилось, что надо было на 23 февраля там. Либо, значит, я знал одного такого демократа, военного затаща там, либо меня. И мне пришлось согласиться. Вот я впервые исполнил эту песню там. И с тех пор, я не помню даже, когда я записывал ее вообще, пел или нет. А песня такая. Называется «Песня о друге». Заволы, заслоны, засады, барханы, сугробы, ветра. Наверное, забыть это надо, но помнится, словно вчера. Страна, что за речкой на юге, как мы ее звали, подчас. Оставятся песни о друге, по вечным ушедшем от нас. В той песне и боль, и просторы, тревожных афганских дорог. И гордость, и горе, и горы, где друг отозваться неслой. А мы вот пришли из-за речки. Мы обняли жены и детей. И песню поем на крылечке Среди невоенных гостей. Ни взглядом, ни словом, ни нотой Ни чьим, не смутим бытием. Война была нашей работой, и мы выполняли ее. Но если концовку припева Подтянет невидимый друг, Мы глянем ни вправо, ни влево, А в сторону речки на юг. Страна, что за речкой на юге, Как мы ее звали, подчас. Останется песней о друге, На вечно ушедшем от нас. А вот песни, конечно, по-разному сочиняются. И во многом, ну да как в поэзии, там, Греческий герой и автор, это необязательно совпадающие величины. В песнях это тем более может быть. Поэтому у меня много боевых песен, Хотя я-то, в общем-то, человек не боевой. Но я был военным журналистом, Я просто старался быть поближе к тем ребятам, которые воюют, Так сказать, а не просто какие-то из штабов описывают. Ну, а есть песни практически документальные. Вот песня называется «Александровский монастырь». А это действительно есть такой монастырь, Может кто-то даже бывал, Или будет это Подмосковье, Талдамский район, Ну, дальше там по тексту. Туда перевели девчонок-монахинь из Галутинского монастыря в Коломблину. И мне там довелось побывать. Итак, Александровский монастырь. И откуда взялась Топодкова На пустом каменистом дворе? Это было в селе Маклакова В Александровском монастыре. Это было в селе Маклакова В Александровском монастыре. Ни по возрасту верить в приметы, Ни по чину мечтать о любви. Догорает Господне это, Угасает волненье в крови. Догорает Господне это, Угасает волненье в крови. Отчего же прерывисты речи И подковка забыта в руке. Почему содрогаются плечи, И сползают слеза по щеке? Почему содрогаются плечи, И сползают слеза по щеке? И до старости сердца готова Вспоминать, как на поздней заре. Мы прощались в селе Маклакова В Александровском монастыре. Мы простились в селе Маклакова В Александровском монастыре. Песня, которая уже навеяна Чечне, Только не помню, первая или вторая, Тоже очень редкая поема. Называется она коротко, пора. Ну что ж, пора, товарищ капитан. Мы родину и смерть не выбираем. Мы, ба, звездой прошли Афганистан. Мы на крестах России умираем. Ну что ж, пора, товарищ капитан. Мы сыновья загадочной страны. Мы, как чужие, в собственной отчизне. И пусть мы ей сегодня не нужны, Но без нее и нам не надо жизни. Мы, сыновья загадочной страны. Нет красных звезд на полосах знамен, Но наша кровь не изменила цветом. Еще он будет в мире воскрешен, Хотя пока мы гибнем не за это. Нет красных звезд на полосах знамен. Ну что ж, товарищ капитан, пора. Ведь мы ни жизнь, ни смерть не выбираем. Мы за державу гибнем по дурам. Мы за эпоху молча умираем. Ну что ж, товарищ капитан, пора. Очки забыл, а уже старость не рада тебе за счет буквы. Официально большими буквами написал. Насчет осени. Песня почти романс. Снова октябрь. В конце концов, сегодня второй день Великой Октябрь. Песня, я не считаю, что это было самое ужасное событие в русской истории. Ладно, не буду сейчас отвлекаться. Это будет песня не о политике, а о любви. Вчера брали зимние, но неудачно. Ну, сегодня я буду точно пойду. Перейдьте любви, сердце устало, И не боли, стартан, невинно. Разве банан счастливо стан? Рядом со мной, юля, так со мной. Не пойду, не по тревожам, Призраком счастья не оживлю. Разве мы с ней были похожи? Разве ее я нынче люблю? Снова октябрь, месяц печаль, Воздух прозрачен и дали пусты. Разве вся жизнь не так, что в начале Нашей любви, нашей мечты. Остановлюсь, остановлю пенею, Взгляда от прошлого не оторву. Разве я знал, встретившись с нею, Что я остался с ней наяву? Разве я знал, встретившись с нею, Что я расстанусь с ней наяву? А вот еще песня, Которая, может, из себя почти ничего не представляет, Хотя тут тоже под вопросом, Называется «Снега России». Я с удивлением, когда стал перелиться в свой старый архив, Старые тетрадки, вдруг понял, что я ее написал еще в школе. А так как я школу кончал рано, Потому что я не любил учиться и сдавал экстерном, Перепрыгивая с класса в класс, Я закончил лет в 15. Я насчет того, что у кого есть дети там, Учтите, что в 15 лет они будут еще черт знает о чем задумываться. Так вот, это юношеская песня, Которая мне не стыдна, Значит, называется «Снега России». Горят в ночи неугасима снега России, Под звездным небом Бориса Глеба, Кресты собора, И на дорогах, и на кладвищах Не видно нищих, И в церквях гордых, И в склады райторгов, Гнилые днища, И на дорогах, и на кладвищах Не видно нищих, И в церквях гордых, Склады райторгов, Гнилые днища, Сухие губы Не устали Шептать молитвы, Как птичья стая На поле битвы На сердца леплют, Снега России Неугасимым И где б я не был, Со мною небом Бориса Глеба, Снега России Снега России Неугасимым Нигде б я не был, Со мною небом Бориса Глеба, Снега России А вот тоже песня, Может быть, о тех временах, Но которую я написал уже позже, Когда служил в армии. Называется Женщина, с которой я знаком, Снега России Снега России Снега России Снега России Снега России Та женщина, с которой я знаком, Снега России В прокуренном битком Обитом зале В партии Согвало яблоки Тайком Когда мы с ним Прощались На вокзале Та женщина, С которой я знаком, Свидания Через год Десяток писем Об институте Быти полковом Но день пришел И стал я независим От женщины, С которой я знаком А через много лет, Когда усталость И сердце Могу одевать И веском Я вспомнил все, Что у меня осталось Лишь женщина, С которой я знаком Я вспомнил все, Что у меня осталось Лишь женщина, С которой я знаком Здесь у нас Присутствует Удивительный, Замечательный человек Ну, здесь все Удивительный, Замечательный А почему Связан с письмом? Саша Карпенко Ты в термотике Не видел? Замечательный Замечательный Тебе Саша, я спою Ту песню, Которую ты когда-то Сказал, Что она Тебе нравилась Называется Братья по войне Правильно? Вы куда идете, Братья мои, Братья по войне Помню, Помню, Да Над бессонной Кроватью Желтый снимок На стене Где вы, Братья? Где вы, Братья? Мои, Братья по войне Заключенные В объятиях Предававшими В огне С кем вы, Братья? С кем вы, Братья мои, Братья по войне И на вас Лежит проклятие За безумие В стране Вы куда идете, Братья мои, Братья по войне Вас не вправе Осуждать я, Но все чаще Снется мне Не вернувшиеся Братья, Наши братья Братья по войне Да одеждаю И статью Мы такие же Вполне Отчего ж так стыдно Братья Перед снимком Перед снимком На стене Братья по войне Все Песня называется Странная Не новый арбат Она ни в чем не виновата, И я ни в чем не виноват. Идем по новому Арбату, Горит огнем ночной Арбат. Так мы касаемся плечами, Мы так болтаем про любовь, Что под фонарными лучами Уже краснеет наша кровь. Ах, если бы остановиться, Поцеловаться на виду, Чтобы нас поздравила столица В 2008 году. Но ждут меня жена и дети, И папа с мамой ждут ее. Мы не хозяева на свете, Мы не арбатское жулье. Так почему же, для чего же, Она так смотрит на меня, Ждут рук, пока лыбает кожу Педенье завтрашнего дня. Она ни в чем не виновата, И я ни в чем не виноват. Идем по новому Арбату, Горит огнем ночной Арбат. Но почему же, для чего же, Она так смотрит на меня, Что вдруг пока лыбает кожу Педенье завтрашнего дня. Пора вспомнить эту, Объявил, что я коммунист. Какую-то, как я считаю, Коммунистическую песню. Правда, название никак не придумываю. В принципе, первый вариант был «Умрем за Россию», Но как-то объявлять, Что умирать тоже как-то немного. Поэтому условное название сейчас – Это «Красные звезды». Пусть красные звезды В Кремле погасит, Пускай над Москвою Кружит воронье, Но если мы жить не смогли для России, Давайте сегодня умрем за нее. Быть может, на свете Есть земли красивые, Где небо без облачь не легче житьем, Но если мы все же родились в России, Давайте сегодня умрем за нее. Пускай нас невесты вернутся в Россию, Однажды не сдержим мы слово свое. И если в бою Не спасем мы Россию, Давайте сегодня умрем за нее. Пусть красные звезды В Кремле погасит, Пускай над Москвою Царит воронье, Но если мы все же родились в России, Давайте сегодня умрем за нее. Пусть красные звезды В Кремле Пусть красные звезды В Кремле Сейчас почему-то называется Петра Великого. Это академия ракетных войск Стратегического назначения. Ни Дзержинский, ни Петр Великий К ракетным войскам в отношении Игоря. Тут просто в этой песне упоминается Слово «ракетчик». А у нас были несколько казарм, И в том числе на Садово-Спасской улице. Вот песня называется «Садовая Спасская улица». Мечты обязательно забудутся, Но вечно прибудет со мной Садовая Спасская улица, Автобус девяносто восьмой. Пивные ларьки в окружении И через дорогу продуманк Войдите в твое положение, Пропить все и жить натощак. Я выучусь, стану ракетчиком, Женюхи воспитаю ребят. Над жизнью своей искалеченной Расплачусь я вдруг не в попад. Жена удивленно нахмурится, Я выпью и снова со мной. Садовая Спасская улица, Автобус девяносто восьмой. Мы людям по-своему дошлые, Советские экс-юнкера. Да здравствует светлое прошлое, Туманному завтра, ура! Претерпится жизнь и прилюбится, Жаль юность порвется струной. Прости меня, Спасская улица, Автобус девяносто восьмой. Садовая Спасская улица, Автобус девяносто восьмой. АПЛОДИСМЕНТЫ Кстати, вот так бывает в жизни Какие-то дурацкие совпадения. И я потом, когда работал в Правде, И дали мне квартиру в Леонозово. В Глухово, на тот углу там. Ну, в общем, недалеко от платформы Леонозово. И смотрю, девяносто восьмой автобус стал там ходить. Только один в центре, там у Садового Спасская, АПЛОДИСМЕНТЫ восьмой автобус. Так, ну-ка, сейчас посмотрим. Кто видит, кто видит? А, без пятнадцать, да? Ну, мы с Ренатом... Ренатом у нас главный человек, Жалко режиссер там сидит. Сейчас, Ренат, еще пару песен спою, и тогда сделаем перерыв. Ну, мы с Ренатом... Ну, тяжелую песен... Ну, ладно, последнюю тяжелую песен спою, а потом две веселых и сделаем паузы. Называется «Помолись за Россию». Помолись за Россию, В кильцах сплющенных огней закипли, Чтобы ветры их не загасили, Не засыпали бы гости земли. Бог простит маловеров Всех ослепших, всех заблудших простит, Но темна судьба офицера, Кто Господний свет не сохранит. Помолись за победу, Как предобразом над картой всю ночь, Божий промысл над медом Сатанинским и больным превозмочь. Помолись за солдатом, Дивен Бог в своих святых и бойцах, Умирающих брат за братом, В воскресающих в наших сердцах. Помолись за Россию, За всевечную ее проводу, Лишь бы мы огней не гасили, И звезде служа и кресту. Лишь бы мы огней не гасили, И звезде служа и кресту. Аплодисменты Аплодисменты Ну, хочется мне все-таки газетную песню спеть. Столько друзей пришлось правду впервые здесь, да? Ну, вспомни, как вы приходили в газету. Называть песню «Когда пришел в газету я». Когда пришел в газету я, Была любовь, была семья, Священный трепет и святые перспективы. Я ездил в дальние края, Когда вы были там, где я, И все из вас по возвращению были вживы. Когда пришел в газету я, Она была моя, твоя, Родней, чем первая семья, И чем вторая. И, говорю я, не дая, Мой репортаж, моя статья, мол, прочитай, Я тут почти не привираю. Когда пришел в газету я, Какие, ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, Какие люди были там, А секретарши, Трудолюбивей мурая, Все-то не работал, С ними я работаю, Пока они не стали старшим. Когда пришел в газету я, Не говорил совету я, Член редколлегии, Редактор под делом, Он говорил, статья твоя, Хоть не изменит ничего, Но в перспективе Ты помог святому делу. Когда пришел в газету я, И вот минуло десять лет, Газета есть, а счастья нет, И в свой отдельный кабинет Шагаешь хмуром, Все разговоры тет-а-тет, А коллектива, Грис, гимн, след, Голи не покажет, Фильм, отдел литературы. И вот когда сидишь в кино, И все вокруг темным-темно, Вдруг понимаешь, Что давно ты влип во что-то, Что ни семьи и ни любви, Лишь руки в краске, Как в крови, Да на ротации Оно твоя работа. И ни семьи, И ни любви, Лишь руки в краске, Как в крови, Да на ротации Оно твоя работа. Ну что, Гитарова отмекает, Что нам уже пора Еще сделать этот самый антракт, Объявляется перерыв Не ровно 15-20, Пока поставлю новую струну, Так что всем Хорошо покушать, Выпить, Закусить, Курить, к сожалению, На улице, Но там, Ну, отлезать, Не можем курить. Все, минут 15-20. Субтитры сделал DimaTorzok